Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают как человек габарита Николая Волуева помещается в автомобиль. На самом деле, я плохо в него помещаюсь, сразу говорю. На переднем сидении или на заднем? На переднем сидении, но голова у меня далеко на заднем. Слушай, ты мне как-то рассказывал историю, когда мы познакомились уже несколько лет назад, о том, как ты на своей личной машине ехал, я остановил сотрудник ГИБДД. А, это была маленькая машина. Да, открывается окошечко, и он видит руки. Он видит руки? И он, понимаете, как удав, заглядывает вот сюда. И, честно говоря, он шишку себе набил, потому что он кого угодно ожидал видеть в этой машине, только не меня. Но, честно вам скажу, после этого мы с ним стали друзьями. Еще бы! Теперь, если что, есть кому позвонить. А он остроповал или побоялся? Превышение скорости было не настолько большим, чтобы ну, как-то... Он счел это не настолько большим превышением. Чтобы настолько рисковать, да? Но тут же, что интересно, сказал, Николай Сергеевич, а не могли бы вы мне оказать небольшую услугу? А можно ваш мобильный телефон? Я сказал, я понял, что вы с живого не слезете, ну, вот вам визитка, обращайтесь. А визитку какую дал тогда? У меня была такая черная, красивая. Черная, красивая, ритуальная услуга. Ввиду вашего неоспоемого преимущества перед среднестатистическим человеком, звали ли вас на разборки, для того, чтобы вы произвели впечатление? А как? Соглашались? Я больше вам скажу, что в моей жизни есть привод в милицию, и я там пробыл в задумчивости пару дней. Мне хватило этого, для того, чтобы понять, что мне не место в этих формациях. А вот те, кто этого не понял в свое время, иногда я проезжаю мимо Южного кладбища, а не там. Все очень серьезно. Бог его знает, куда такая вот кривая могла меня лично завести. Вы же понимаете, я очень удобная мишень, а 90-е годы... Было лихое время, когда люди, выходя на улицу, погибали и не возвращались домой. Я это прошел, я это очень хорошо помню, и не приведи Господи, чтобы в такие времена возвращались. Ваша карьера вызывала, с одной стороны, большое одобрение, потому что вы первый россиянин, ставший чемпионом мира в тяжелом весе, и в то же время было много критики. О, как же. Согласны ли вы с теми критиками, которые говорили, что такие боксеры, как Домингис, Лемонти Барретт, которые в бою весили меньше вас, ну, порядка 45 килограммов, превосходили у вас как боксеры в мастерстве? Ну, извините, они падали-то не от того, что я больше вешу, а все-таки от ударов, и нокауты им засчитывались настоящие. Знаете, я очень много слышал подобных рассуждений в отношении братьев Кличко. Вот я очень хорошо понимаю, от чего подобная критика рождается, и ее истинную первопричину. Мы высокие, и каждая ошибка, каждое нелепое движение, оно выглядит гротескно, видно всем, а то, что у маленького спортсмена, ну, невысокого роста, оно промелькивает незаметно. Его ошибки мало отмечаются, а наши ошибки, высоких, они видны всем. Вот сколько вот этих рассуждений о том, что они выигрывают там за счет каких-то запрещенных моментов. Вы извините, когда вы выходите в ринг, все, у вас рефери и ваш соперник. Никто не хотел падать просто потому, что я большой. То есть, они выходили доказывать всему миру, что этого большого, огромного, там, русского можно уложить на ринг, и они, может быть, даже из не совсем известных боксеров превращались бы одновременно в мегазвезд, просто потому, что они это сделали. И очень многие, кстати, моим только знакомым говорили, я иду на бой смотреть, как Валуев упадет. То есть, по вашей логике, толстый, отвратительный наркоман-алкоголик Тайсон Фьюри, он все равно крутой. А Тайсон, ну, то, что, вот давайте отделять. Он корявый, он нетехничный. Наркоман-алкоголик и все прочее. Но это же вкупе. Когда он выходит в ринг, мы не будем говорить, кто он, алкоголик, наркоман или что. Потому что, извините, с помощью этих подручных средств вы к хорошему бою не подготовитесь. Самым твоим популярным боем стал несостоявшийся бой с Кличко. Скажи, кто в этом виноват? В пункты этого контракта предполагали, даже в случае моего выигрыша, да, неоднократное мое боксирование и с старшим, с чем я согласен. Но если даже еще раз выиграл, потом нужно было несколько раз отодраться с младшим. И это еще, к сожалению, ко всему за какие-то несусветно маленькие деньги, а это вообще-то, ну, так, на всякий случай. Я им не какой-нибудь афроамериканец неизвестный, который ради того, чтобы только вылезти с ними на ринг, готов подписать любые условия. Так вот, любые условия, это и был тот контракт, который Виталий мне подсовывал. Может, это просто слабые у вас были менеджеры, промоутеры, которые не могли оказать давление на Кличко, и он чувствовал свое просто превосходство в этом случае. Никто против него не шел. На него нельзя было оказать давление, потому что, как он справедливо заметил, но так это своеобразно было приподано, я, это было, я не забуду эту фразу, он говорит, я даю тебе возможность стать чемпионом мира по одной из самых престижных версий. На что я сказал, Виталик, мне, собственно говоря, не это нужно, мне, может, это нужно, конечно, но мне нужно просто набить ей морду, ты прости. Если тебе это устраивает, ну, давай все-таки хоть к какому-то знаменателю придем, я ненавижу, когда меня пытаются так откровенно просто использовать. Вы знамениты как человек, очень невозмутимый, даже флегматичный, но были... Хотите всем показать, что это не так? Был момент, когда я в этом усомнился, это был бой с немцем Андреасом Сидоном, когда вы отреагировали на его неприличные жесты после того, как рефери уже остановил бой и продолжили. Это, как я понимаю, стоило вам победы, потому что результат... Не победы, оно вообще ничего не стоило. Это было уже дальше шоу откровенное. Это же тот бой, который пишут в рейтинге, в моем рекорде без объявления победы. Но все равно эти победы не получились. Не получилось. То есть, да, это было действительно неприятно. С его стороны настолько вызывающе, что я решил, что я не могу терпеть такую насмешку прилюдно. А он же все это прилюдно делал. Я ему сказал, хорошо, сейчас я буду чистить тебе морду. Готовься. Но вы жалеете о том, что поддались эмоциям в тот момент? Нет. Я вообще не сожалею о том, что было. Та история никоим образом не повлияла ни на будущее, ни на настоящее. Лишь оставшись досадным инцидентом, который записан в рекорд. Ну и что? Ничего из этого такого сверх противного не вышло. От того, чтобы меня сильно морщило как-то. Часто говорят про какие-то профессиональные бои, что этот поединок можно было отдать в любую сторону. В принципе, в моем случае подобные поединки были. это бой с Ларри Дональдом, он именно таким и был. Кстати, именно после этого боя я с Руисом дрался. И с Руисом тоже было все достаточно неоднозначно. Там был подсчет. Ведь не было нокаута. Я помню просто хорошо слова Манвила Аганезовича в перерывах между раундами. Сперва он говорил А я плохо помню. Я напомню. Сперва он говорил как здорово боремся за титул. В какой-то момент он сказал ты проигрываешь чемпионский бой обращаясь к вам. Что вы почувствовали в этот момент? Спасибо ему за то, что он привел меня в чувство. Потому что иногда мы во время боя начинаем засыпать не от того, что нам чего-то не хватает, а от того, что начинает не хватать сил. вот в этот момент тренер всегда заставит вас сделать чуть больше, заставит свой организм сделать чуть больше. Нужна стряска. Да, нужна стряска. У нас есть фрагмент как тебе ободрил тренер. Давайте посмотрим. Ой, только бы я пытаюсь это забыть. Где твоя голова? Что ты являешься? Что ты не пьешь? Что ты отдыхаешь? Заставляешь меня кричать, б***ь? Ворига. Ворига. Спасибо за то, что вы вовремя выключили. Потому что знаете как, получилась ведь история такова, что мы после этого боя, а это был бой не с Руисом, это был бой с Русланом Чигаевым. Значит, после этого боя мы с Мануэл Лаганечичем встречались, и я захотел узнать, ну, что будет дальше. И сколько-нибудь какой-то новеллы такой он мне, к сожалению, не предложил. И дальше я решил уже работать под руководством Зимина. Но не от того, что я на него, знаете как, обиделся за эти слова, хотя, наверное, они были обидны. Безусловно. Видите, я аж не люблю этот момент смотреть, потому что, ну, он все-таки мне неприятен. такие эмоции они убивают спортсмена? Потому что вы же с ним разные совершенно люди по темпераменту, и в любом случае такие вещи могут либо прибить, либо наоборот мотивировать. Нет. В каком там раунде он разразился этой тирадой, я действительно уже не был в состоянии даже это воспринимать. Почему? Потому что мы к Руслану Щегаеву подготовились неправильно, я реально там устал, я реально проиграл бой. Что тут к этому добавить? И скорее даже может быть от бессилия Мануэл Лаганедович, когда выдавал в эфир свои опусы, уже это не могло поправить сколько-нибудь в лучшую сторону ситуацию. И оно же так и было, в итоге руку-то подняли не мне. Вы это знаете прекрасно. Это было для вас шоком? Потому что говорилось про рекорд Роки Мурчана 49-0. 49-0. Слушайте, ну это уже потом осознание пришло, что мне не дался таки этот рекорд. Это было неприятно, это была лишь еще одна ложка горечи. Было упомянут не состоявшийся бой с Виталием Кличко, но для меня самым большим разочарованием от того, что не состоялся ваш бой, это был бой с Русланом Чугаевым. Это был реванш. И у меня вопрос, там была, может быть, не все в курсе, была драматичная ситуация, потому что он всегда показывает неоднозначные результаты допинг-тестов. Он иногда дает положительный результат на гепатит B. И перед реваншем был положительный результат, вам предлагали сделать прививку и выйти на этот бой. В том-то и дело, что эта прививка ничего не решала. На самом деле, это как с энцефалитом. Для того, чтобы обрести защиту от энцефалита, должно пройти три прививки. И это в течение года. И с гепатитом этой формации точно так же. Но Руслан выступал, провел более десяти боев. Не было с теми, кто был привит. Это не гепатит, а самый простенький, называемый в простонародье, желтухой. Дали таблеточку, и ты... Это гепатит, с которым ты остаешься на всю жизнь. Если ты еще и вирусоноситель, а Руслан является вирусоносителем. То есть, вот так. Вернуться предлагали за последние восемь лет? И были интересные предложения? Было, было. Было дело. Миллионы долларов. Но не по-серьезному. Нет, никаких миллионов долларов. Мои промоутеры немцы что-то немножко там пытались мне льстить. Но все это прекратилось абсолютно точно на том моменте, когда я сделал операцию по удалению опухоли акромегалии. Я понял, что, ну, после того, когда тебе хирург залез в голову, наверное, с боксом надо завязывать. У спортсменов, которые завершат профессиональную карьеру, как правило, два пути развития событий. Это либо становиться тренером, либо становиться депутатом. Можно ли сказать то, что... Мало? Ну, как правило. Можно ли сказать то, что вы с Сан Санычем Карельным стали, так скажем, перепроходцами именно становления карьеры депутата? Те, кто смотрит сегодня нашу программу, обязательно должны знать, что у спортсменов гораздо больше путей для самореализации, чем только лишь депутатское кресло или, допустим, тренерская деятельность. вот, пожалуйста, у нас буквально трое перед вами, так или иначе, мы задействованы в медиапространстве. На самом деле, я пытаюсь уйти от того образа боксера, который среди большинства простых обывателей овеян вот той славой, которая выражается в анекдоте, когда спрашивают боксера, для чего вам голова? Журналист говорит, ну, только не говорите, что для нырочков и уклончиков мы это уже все слышали, что-нибудь новенькое, а он ему, значит, а я в нее еще ем. Я не хочу, чтобы вот этот штамп, который, кстати, не только на боксеров навешивают, а в спортсменах вообще. Я знаю, что вам были предложения из Голливуда, а в том числе предлагали сниматься в фильме «Звездная пыль», там играл Роберт Де Ниро. Ни в одном. И почему вы отказались от этого и других? У меня есть принципы, о которых я вам сказал, рассказывая о ситуации с Кличко. Если кто-то, может быть, покрутит у виска, но я стараюсь с ними жить, и они мне не дают спокойно спать. В случае «Звездной пыли» предлагалось сыграть монстра, который там бы, ну, не знаю, размахивал бы. Вообще, на самом деле, я был бы там сильно загримирован, может, вы бы меня и не узнали. А если бы узнали, посмеялись бы, посмеялись бы скорее даже надо мной, что я на это согласился. В случае с «Людьми Икс» там было все еще хуже, потому что нам нужно было сыграть русского солдата, безмозглого, абсолютно. Мне это претело, потому что нас представляют какими-то, ну, не знаю, моральными какими-то уродами, недочеловеками, которые живут на этом огромном куске суши и владеют слишком многим незаслуженно. Какие были самые детские предложения рекламных проектов, в которых вы отказались принимать участие? Ну, буквально недавно было предложение от пивной компании. Они даже на банке хотели, чтобы я был. Суммы очень большие были, они их были готовы до нашего какого-то обоюдного согласия неизмерно повышать. Коля, сколько предлагали-то? Да. Я почему спрашиваю? Потому что самое-самое крутое предложение по деньгам мне тоже было от пивной компании. От пивников? Ну, скажем так, начинали с 20 миллионов. Начинали только. Да. Кстати, вот они принципы, о которых я вам говорил. А потом бы я рассказывал всем своим троим детям. Это же ради семьи, это надо было деньги заработать, чтобы вы там учились. Ну, как депутат бы нашел оправдание. Нет, нашел. Кстати, вот говоря о детях, они наверняка много времени проводят в социальных сетях, и вы, как отец, можете наблюдать за тем, кому сейчас вообще поклоняется молодежь, какие образы у нее в голове выстраиваются. У меня, по крайней мере, младший и Ира, средняя дочка, они смотрят с таким удовольствием, вот такие добрые, там, как говорят, Фиксиков смотрят, Машку и Медведев. А скажи, они не рассказывают тебе про Гнойного и Оксимирона? Нет. Нет? Не знаю, кто это такой. Не знаешь, что это такое? А кто это? Это на самом деле... Это вторая проблема России после допинга. Не надо проверить, батл друг с другом, это типа спарринг такой легкий. Я еще вот выучил последнее слово, оно сейчас на слуху тебе. Хайп. Хайп. Давайте мы все-таки вернемся к более спортивным темам. Это тема допинга. Мы все прекрасно понимаем, что если хотеть под кого-то копать, то найти можно абсолютно на любого. Мельдонии очень ярко. Да, под Россию хотели копать. Почему Россия оказалась не готова защищаться на государственном уровне от этих многочисленных нападок? Я бы так вот не сказал. Если бы мы были не готовы защищаться, было бы все много хуже. На самом деле. А сейчас, по-моему, в связи с грядущим возможным устранением этой Олимпиады уже хуже-то мало куда. Не мы выдвигали и писали правил ВАДА. И эта организация рождена не в Советском Союзе, не в России. Мы присоединяемся к тем правилам, которые существуют в этих организациях. И ставят свою подпись, мы соглашаемся с этими условиями и должны их выполнять. Нас подводят, как говорил Горбатый в фильме, под Сугундер. И это успешно получается. Как вы можете объяснить того, что у американских, допустим, спортсменов есть допуск к соревнованиям, но они принимают намного более сильнодействующие препараты? Терапевтические исключения? Да. У нас нет. А не кажется, что это как раз-таки просчет с той стороны, что мы проигрываем войну не в спорте, а в условной фармакологии. У нас нет такой медицины, которая могла бы им позволить. Минспорт должен на это, или, по крайней мере, Минздрав должен отдельные деньги выделять для того, чтобы мы разрабатывали и новые, в том числе, фармакологические средства, без которых сегодня большой спорт по сути невозможен. Как вы считаете, изменилась ли как-то ваша карьера, если бы вы выступали сейчас? Я все время сдавал допинг-пробу постоянно. Единственное исключение составляет то, что мне не приходилось сообщать, где я нахожусь. Но я никогда этого не скрывал. Меня где надо, там, где я находился, меня находили. И в самый неподходящий момент, чуть ли не в туалет, мне стучался этот допинговый комиссар и говорю, вот так, секунду. Не торопись. Не торопись. Обычно. Все, сейчас будет. В моей жизни допинг-тестов было достаточно много. Я не вижу никакой проблемы в этом. Первые допинг-тесты я вообще сдавал, знаете, когда? Это спартакиада школьников в Советский Союз, в Свердловске. Мне было 16 лет. Скажи, есть ли жизнь после бокса? Насколько быстро тебе удалось заполнить вакуум? Каждый спортсмен должен думать о своем будущем. В силу того, что я обрел известность за счет того, что мне показывали по телевизору, я прекрасно понимал, что этот багаж, вот это паблисити, вот этот медиа, его нужно не только жить с этим вот сейчас и плыть по течению, его нужно развить, его нужно превратить в капитал. И я активно монетизировать эту историю. Потому что деньги, заработанные в спорте, они заканчиваются очень быстро. Слава – девушка изменчивая, вообще очень изменчивая. Она может уйти, причем она может уйти вообще одномоментно, оставив тебя у разбитого корыта. Эту девушку надо халить, лелеять и стараться сделать так, чтобы она принесла тебе максимальную пользу. В хорошем смысле. Спортсмены должны об этом задумываться. Если они смотрят эту программу, я, в принципе, считайте, это за обращение ко всем спортсменам. Коль, спасибо, что пришел. Спасибо за такую обстоятельную, интересную беседу. Кстати, большое спасибо. Это было действительно интересно. Есть разные программы, на которые приглашают. Все вопросы были так... Я обожаю подковырочки. Я их прямо... Я понял, где там что-то сквозило. Супер. Николай, спасибо за то, что пришел. Спасибо огромное. А вы, друзья, держите удар. Будьте сильными и уверены в себе, как гость нашей сегодняшней программы. А с вами было «Сильное шоу». Увидимся! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...